Расскажите об образе жизни отшельников, непрописных. Как живут, чем занимаются, что кушают. Вы знаете, вот у нас создан образ отшельников, вот как какие-то там вот семялыковых, они, значит, такие есть, конечно, есть их много. Но в действительности это... У нас ведь много было, так сказать, гонений на церковь, так? И поэтому вот в разное время сохранились разные виды, будем так сказать, жизни. И вот о чем вообще я говорю, о ком я говорю, это вообще совсем другой, это уровень другой цивилизации. То есть у них есть и средства передвижения, у них там совсем другие растут растения, и растут в заполярном круге, как ни странно, персики, там абрикосы, ну из известных нам. То есть образ жизни у них, конечно, то есть у них нет, как у нас, мы работаем там с утра до вечера. Вообще работа, она ведь тоже была придумана для того, чтобы человек не занимался собой. То есть увести от его настоящего божественного предназначения. Человек в прошлых жизнях своих был Богом, наши предки были Богами, мы потомки Богов. То есть нам надо только, как бы, чтобы наше божественное начало проявилось. Поэтому создана вот эта вот необходимость работы, то есть зависимость от куска хлеба, как сейчас говорят. Значит, нужно, значит, там детей отводить в садик, там ходить в эти школы. Вот. А все было ведь не так, и у них не так до сих пор. То есть вот те же школы, они... Ну у нас вот осталось, кстати, вот урочище, да. То есть вот урочище – это в действительности места, где люди просто вспоминали свои жизни. Вот вот читал, вот еще, и у Толстого это описано, что школы-то они были не для... Когда там все возрасты детей собирались и занимались, как бы, вот в одном классе, так? Спрашивается, что они могли, как вот можно там первый и десятый класс вместе собрать. Так они занимались не изучением там программ первого и десятого класса, они занимались одним и тем же, они вспоминали свои прошлые жизни. Зачем все это учить, когда ты и так в прошлой жизни все это знал? Вот урочище – это место, у которого происходило это воспоминание. Ну и вообще ведь те находки, которые относятся к арт-фактам, значит, они совсем не вписываются в наши представления о науке, о мире, потому что там они настолько не похожи на наши технологии, что говорить не приходится. Вот, например, во многих местах, когда находят диски, они потом благополучно исчезают. Так вот эти диски в действительности – это письменность. Ну, как бы, это условно мы называем письменность, потому что это высокотехнологичная письменность, потому что у нас литература, литос – это камень. То есть на камне все писалось, но писали образы. Вот камень, если его оттерешь там в одну сторону или в другую сторону, в одну сторону ты видишь образы, а в другую сторону, если крутишь, то ты вставляешь туда свои образы. И вот дневники или философские камни, как их называли, значит, они как раз и служили для того, чтобы вписывать свои мысли за день вот в этот камень. И с этим камнем надо всегда работать для того, чтобы… И, кстати говоря, вот по этим камням, кто у нас там… Они, в принципе, знают об этих цивилизациях очень много, об ушедших цивилизациях. Но нам, естественно, это знать не позволено, не дозволено.